Они нарисуют картинки. И вместо того, чтобы наполнять наше пространство всевозможными садово-парковыми или какими-то ленд-артами, проектами, какими-то объектами, лучше было, может быть, нужно было бы думать о том, чтобы вообще освободить городскую улицу от асфальта, чтобы дать возможность свистеть цветам и чтобы мы дышали легче, а не смотрели эти все удивительные, как обычно, скульптуры. Потому что я считаю, что скульптура, городская скульптура, это просто одна из революционных форм мусора. И мы должны понять, что кроме того, что мы засоряем просто визуальную какую-то составляющую нашего города и перед тем, что перед нами, мы еще и создаем просто очень много нагрузки на почву. И поэтому я склоняюсь к тому, что эта скульптура, может быть, не должна стоять. Она должна, может быть, просто существовать на неком таком идеальном пространстве. Мы должны ее представить каждый. И это после того, как я понял, что и художники тоже ответственны за судьбу земли, за судьбу экологии, за судьбу воздуха, земли, льда, там всего прочего. Поэтому, может быть, они должны умерять свои творческие амбиции, силы какие-то, вот эти вот энергию, сбор денег на создание какого-нибудь бетонного чудовища. И, ну, доходит уже до такого абсурда, что я считаю, что это просто уже выглядит как издевательство над природой. Некий немецкий художник, я не помню его фамилию, это очень хорошо, на нынешнем фестивале «Арт-встояние» долбил землю. То есть у него была как бы такая вот акция. Кран огромный, был гигантский такой, многотонный какой-то шар, и он каждые 30 минут его ронял на землю, и земля сотрясалась. Ну, мне бы хотелось подойти к нему и сказать, дорогой художник, дорогой скульптор, кто ты там, акционист или что, ну, что тебе сделала земля? Зачем ты ее дразишь? Зачем ты ее бьешь? Потому что, а как, я создаю шум, я создаю какую-то эту. То есть безответственность современного художника, и вообще безответственность художника, уже до такой степени выросла, что мне кажется, что требуются какие-то специальные, может быть, курсы для них о том, что художник ответственен за все, за многое, потому что он обладает талантом, он может представить, визуализировать некоторые идеи. Поэтому мы должны думать о том, как наше слово отзавелится. Именно поэтому Газпром запретили. Нет, там, давайте мы вот что сделаем. Здесь разделим.